Привет, друзья! Сегодня поговорим об актёрах из сериала «Молодёжка». Тренироваться будем или дальше в цирк на льду играть? Денис Никифоров, российский актёр театра и кино, обрёл известность благодаря роли Артёма в российской трилогии «Бой с тенью». В 2013 году начал сниматься в популярном российском сериале «Молодёжка» в роли тренера хоккейной команды «Медведей» Сергея Макеева. Что касается личной жизни, то харизматичному актёру с эффектной внешностью представители прессы регулярно приписывают романы как со светскими львицами, так и с коллегами по съёмочной площадке. Некоторое время Никифоров встречался с певицей Максим. В 2008 году Денис Никифоров познакомился с фотомоделью Ириной Тимрезовой, а через пять месяцев после встречи девушке поступило предложение «Руки и сердце», которое она приняла. После свадьбы девушка сменила фамилию и стала Ириной Никифоровой. Сейчас актёр является примерным семьянином, любящим мужем и отцом. У него растут двое детей-двойняшек, сын Александр и дочь Вероника, которые появились на свет летом 2013 года. Сегодня Денис Никифоров продолжает сниматься в кино и сериалах. Так, в 2016 году на экраны вышла переключенческая комедия «Уроки выживания» о крушении самолёта на необитаемом острове. Роль пилота исполнил Никифоров. В августе того же года актёр появился в фильме «Спарта». Также Денис принял участие в съёмках шпионского восьмисерийного фильма «Операция Мухаббат» украинско-российского производства. Актёру сейчас 40 лет. Макар Запорожский – молодой актёр, звезда сериала «Молодёжка». Макар известен также по проектам «Папины дочки», «Не плачь по мне, Аргентина» и по мистическому фильму «Тёмный мир. Равновесие». После окончания средней школы с углублённым изучением иностранных языков, парень подал документы в Российскую Академию Театрального Искусства на режиссёрский факультет. Творческая биография молодого актёра стартовала рано. Ещё до поступления в ГИТИС Запорожский начал играть в кино. Первым проектом Макара стал фильм «Грехи отцов». После успешного дебюта актёра начали приглашать на небольшие, но яркие эпизодические роли в сериалы «Моя прекрасная няня», «Кулагиным партнёры» и другие. Несмотря на многочисленные проекты, известность перешла Макару в 2013 году, когда артиста пригласили на главную роль в сериале «Молодёжка». Актёр сыграл хоккеиста Дмитрия Щукина. Что касается личной жизни, то актёр женат. Избранницей Макара стала однокурсница Екатерина Смирнова, актриса театра и кино. До свадьбы Запорожский и Смирнова прожили вместе пять лет. Пара поженилась в конце лета 2012 года. Молодые люди обошлись без пышного бракосочетания. В 2015 году у влюблённых родилась дочка Александра. Одни из последних ролей в кино – это сериалы 2015 года «Луна» и «Метод», фильм 2016 «Челночницы» и сериал 2017 «Мата Хари». Сейчас актёру 27 лет. Александр Соколовский – молодой российский актёр театра и кино. Знаменитым Александра сделали роли в популярных сериалах «Молодёжка» и «Склифосовский». Соколовского кинокритики называют перспективным актёром, ведь для своего молодого возраста он уже сделал завидную карьеру в кино. Творческая биография Александра насчитывает 25 ролей в фильмах и телесериалах. В личной жизни Соколовского не так всё удачно, как в кинокарьере. Актёр признаётся, что встречался со многими девушками, но безрезультатно. Александр – единственный ребёнок в семье. Его родители счастливо живут в браке уже 30 лет, мечтают о внуках. Неудачи сына в личной жизни их расстраивают. С актрисой и моделью Кристиной Лазарьянц у Александра были романтические отношения. Пара встречалась почти полтора года, но в конце 2014-го влюблённые расстались. Кристина объяснила разрыв неготовностью актёра к серьёзным отношениям. Она считает, что Саша легкомысленно относится к жизни и всё превращает в шутку. Также поклонники приписывали актёру роман с Юлией Маргулис, коллегой Соколовского по сериалу «Молодёжка». Персонажи актёров испытывали друг к другу романтические чувства, что и стало основой для слухов. Но отношения в реальной жизни актёры не подтвердили. В свободное от съёмок время Александр Соколовский увлекается хоккеем, плаванием, акробатикой. Актёр – ярый поклонник здорового образа жизни. Он не пьёт и не курит. Одни из последних киноработ, где участвовал актёр – это фильм 2016 года «Суперплохие», сериал «Склифосовский», сериал 2017 «Завещание принцессы» и мелодрама того же года «Жизнь без веры». Сейчас актёру 28 лет. Владислав Конопко – перспективный российский молодой актёр. Популярность Владу принесли сериалы «Знаки судьбы» и «Молодёжка». В дальнейшем актёр завоевал любовь к телезрителям, участие в многочисленных мелодрамах. Во время учёбы во ВГИТе однокурсницы называли Влада Брэдом Питтом за привлекательную внешность. У него было много увлечений, но до серьёзных романтических отношений дело не дошло до сих пор. Как заявляет сам актёр, ни жены, ни девушки нет. Я птица вольная. В 2016 году Влад Конопко работал на съёмочной площадке кинокомедии о девичнике «Однокласснице», которая вышла на экраны летом этого же года. Влад сыграл роль жениха главной героини Кати. В фильме также появился коллега Конопки по сериалу «Молодёжка» Александр Соколовский, который сыграл бармена. А также Влад Конопко и Александр Соколовский сыграли второстепенные роли в трэш-комедии «Суперплохие». В этом же году Влад появился в мелодраме «Проще паренной репы». В 2017-м на экраны вышла мелодрама «Жизнь без веры», в которой зрители снова увидели стихийно сложившийся актёрский дуэт. Сейчас Владу 30 лет. Иван Жвакин, начиная с 2010 года, начал активно принимать участие в различных кинопробах. Первым его удачным опытом стала роль Игоря в сериале «Бабье царство». Это дебютное появление было достаточно успешным и запомнилось большому числу телезрителей. Следующим запоминающимся сериалом стал «Метод Фрейда», где Иван был отобран на исполнение роли одного из альпинистов. Этот фильм стал для него и хорошей школой, так как там он имел возможность учиться мастерству у ведущих актёров, таких как, например, Ивана Хлобыстин, который играл в данном сериале главную роль. Взлётом карьеры Ивана Жвакина стал сериал «Молодёжка». Ивану досталась там роль Александра Кострова, одного из игроков хоккейной команды «Медведи», целеустремлённого парня, хорошего друга, который готов прийти на помощь в любой ситуации. Последние фильмы с участием актёра – это сериал 2017 года «Везунчики» и фильм того же года «Танцы насмерть». В юношестве Иван успел побывать участником двух групп, играющих нью-метал. В одной он был барабанщиком, а в другой – вокалистом. Что касается личной жизни, то в июне 2016 года стало известно о том, что Иван Жвакин встречается с актрисой Ксенией Лукьянчиковой, звездой сериала «Красная королева». Долгое время пара поддерживала отношения на расстоянии, но позже Ксения переехала в Москву. Сейчас актёру 25 лет. Анна Михайловская – молодая и обаятельная актриса, которая смогла за свою не слишком продолжительную карьеру уже влюбить в себя многих поклонников. Ещё во время учёбы во ВГИКе Анна снимается в популярном сериале «Кадеты». Она играет роль Кати, подруги одного из героев сериала. С этого момента начинается её биография в кинематографе. В 2008 году на экраны выходит продолжение сериала «Самое красивое», ставшей для Анны счастливым билетом в мир кино. На этот раз у Михайловской роль главной героини. Последние фильмы с её участием – это ленты в созвездии «Стрельца» 2015 года и 2017 «Капитанша». Сегодня она красива, востребована и талантлива. Занята во многих спектаклях театра «Моссовета» и уже стала знаменитостью. Возле служебного входа Анну Михайловскую встречает толпа поклонников. Они пишут ей письма, ищут встречи, но её сердце уже не свободно. С будущим мужем актриса познакомилась на пробах в 2009 году. Симпатия между молодыми актёрами возникла сразу же, но тогда жизнь развела их в разные стороны. Лишь 4 года спустя Анна Михайловская и Тимофей Каратаев встретились снова. В августе 2013 года Анна вышла замуж, а в 2015 родила сына. Родители назвали мальчика Мирославом. Сейчас актрисе 29 лет. Мария Ивашенко – российская актриса театра и кино. Мария известна не только актёрской игрой, но и озвучиванием художественных и мультипликационных фильмов. Её дебютной работой является озвучивание мистического триллера Шона Пэна под названием «Обещание». Голосом Марии говорят Майли Сайрус в Ханне-Монтане, Ассоль в Валых парусах, герои мультсериала «Клуб Винкс». Личная жизнь Марии Ивашенко – закрытая тема. Актриса очень не любит посвящать посторонних в её подробности. Известно, что девушка встречается с актёром Иваном Коряковым. В свободное от работы время Маша любит кататься на спортивном велосипеде и коньках, посещать спортзал и путешествовать. Последние фильмы, в которых снималась актриса, это ленты 2016 года «Тот, кто рядом», «Вселенский заговор», «Вечное свидание». Сейчас Марии 26 лет. Друзья, спасибо за просмотр. Если хотите узнать о жизни остальных актёров из сериала «Молодёжка», то ставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok